Всем привет, друзья! С вами снова, как всегда, Александр. И я хочу вам рассказать о колясочке от компании Nordi. Nordi относительно недавно вообще бренд появился в магазине Первая коляска. И вы знаете, мы очень так тщательно выбираем в магазине бренды, которыми хотим заниматься. Потому что за репутацию мы очень сильно переживаем, чтобы не было такого, чтобы у нас здесь был поток по гарантийным каким-то обращениям. И мы смотрим на то, чтобы продукция была качественная. И по статистике, точнее говоря, статистика по поломкам была очень-очень такой хорошей. В плане, что они не ломаются. И клиент купил и пошел довольный. Не мучается с ней ничего. И вот Nordi нам в этом отношении очень понравились. Достаточно крепкие колясочки, качественно сделанные, с хороших материалов сделанные. И что на текущий момент самое хорошее, у нее очень хорошая стоимость. У Nordi еще один обзор скоро у меня будет на канале. И у этих колясочек очень хорошая цена. Цена соотношения качества просто идеальная, как по мне у этого бренда. Много таких вот хороших предложений. Но вот здесь вот то, что мы получаем и сколько мы платим, действительно одно из лучших предложений. Сегодня мы говорим о Nordi Soli Go. В двух словах технические характеристики вам назову, чтобы дальше уже изучать. Во-первых, это Норвегия. Кому интересно, производитель дает гарантию на них один год. И эта колясочка относительно не тяжелая, учитывая, посмотрите на нее, какая она крупная. Это такая хорошая, полноразмерная, вседорожная колясочка. Весом с люльки в 12,3 килограмма. На самом деле, вот так выглядящие коляски обычно 14 и выше килограмма. Она весит 12,3. Но с сиденьем, с прогулочным, она потяжелее, потому что сиденье большое. Вы это увидите в блоке, в обзоре. Весит 13. Угол наклона, кстати, в прогулочном блоке 105-175. Это очень интересный наклон, когда ребенок не сильно завален. И хорошая такая капитанская посадка. Но это вы тоже увидите. И из достоинств еще 60 сантиметров колесная база. То бишь, вы в любой лифт заедете, вы везде спокойно проедете. Это не широченная. Колесная база, она в любой проем заедет. Даже в классический стандартный лифт в хрущевке она тоже зайдет. Вот. Собственно, давайте изучать. Начнем изучать, естественно, с люльки. Потом посмотрим прогулочный блок, рамы и все остальное. Что у нас представляет из себя люлька? Люлька здесь размером 76 на 35. Это полноразмерная большая люлька, в которой зимой ребенок будет прекрасно себя чувствовать. Так, смотрите, кстати, из таких приятных мелочей, чтобы у нас регулировать козырек, здесь не нужно одновременно две кнопки нажимать. Достаточно нажать одну красную, вот с моей правой стороны нажимаем, и, соответственно, наклоняем. Вот. И таким образом обратно. Ну, я имею в виду, не надо нажимать кнопку, просто поднимаем и регулируем обратно. В козырьке у нас есть возможность, кстати, вот так замочек откидываем. И вот, соответственно, можно еще одну секцию освободить. Имеется в виду, на одну секцию еще раздвинуть. И у нас здесь будет такое вот климатическое окошечко, через которое будет продавать дополнительно ребенку, плюс светлее ему там будет. В общем, когда хорошая погода, этим можно пользоваться. Почему бы и нет. Так, закрывайте всегда аккуратненько, потому что бывает, что сеточку замок зажевает. Я бы рекомендовал, соответственно, большой палец просунуть внутрь и так закрывать, чтобы убирать эту сеточку из-под замочка. То у нас уже были здесь инциденты. Можно случайно вот найти подцепил и дырочку сделать с сеточки. Имейте в виду, транспортировать у нас есть специально для этого удобная ручка сверху. Козырек можно загнуть и выгнуть, естественно. В комплекте, кстати, у нас идет хорошая накидочка. Накидочка у нас с таким очень высоким бортиком. Можно это все зафиксировать. Также есть смотровое окошечко. Можно ребенка видеть через прозрачное окошечко. Это здорово. Фиксируется это все у нас не липучкой, а вот видите, вот так вот. Очень удобно. Очень эффективно. Вот такая вот накидочка. Вот с таким вот смотровым отверстием. Так, что касается внутрянки. Внутри у нас... Сейчас уберу козыречек. Внутри у нас хороший большой матрасик. Мягенький. Внутри все классно, мягенько, оббито. В общем, вопросов к люльке у меня нет. Хорошая, большая, полноразмерная люлька, которая на все случаи жизни подойдет. Из того, что мне не нравится, нужно обязательно с двух сторон одновременно нажимать кнопочки, чтобы ее снять. Сейчас производители уже делают, что с одной стороны нажал, с другой стороны и поднял. Но тут вот именно так. Так, в общем, смотрим, что у нас снизу. Снизу у нас нету ножек. Но это не какая кожа, это уже такая прорезиненная часть. В принципе, можно на землю ставить. Но удобнее, когда есть ножки. Ну, вот тут нету ножек, имейте в виду. Так, с люлькой разобрались. Давайте теперь посмотрим прогулочный блок. Прогулочный блок, как я говорил, она с ним тяжелее. 13 килограмм весит. По той причине, что он действительно большой. Вот он какой огромный. Место тут просто навалом. Я не знаю, можно некоторым мамочкам сюда уместиться. Естественно, он и по ходу, и против хода ставится. Само собой. Так, смотрите. Пятиточные ремни. Все классически. Бампер. Бампер у нас можно вот так вот регулировать. И, соответственно, вот здесь у нас есть кнопочки снизу. Нажимаем. И как калиточка можно его откидывать. Но, чтобы полноценно откидывать как калиточка, нужно вот эту перегородочку снимать. С ней он упирается и мешает. Так, смотрите, что касается тех самых градусов. Вот сейчас у нас 105 градусов. Это нормально. Ну, не 90, понятно. Но ребенок не сильно завален назад. И хорошая, комфортная, капитанская посадочка. Так, подножка у нас пластиковая. Вот эта часть у нас резиновая. Поэтому мыть, чистить все очень удобно. Козырек. Так, вот наш козырек. Давайте я сейчас опущу до конца. Сумочку мы еще с вами рассмотрим. Посмотрим на лежачее положение. Чтобы отрегулировать наклон, здесь у нас есть сзади специальные кнопочки. Так. Вот как у нас реализовывается наклон. Также в козырьке можно еще дополнительную секцию освобождать. В общем, на лето вы прекрасно закройте ребенка. Полностью причем. Ну, я не имею в виду, конечно, ноги. Ну, практически все туловище, за исключением ножек, будет закрыто. Так, по наклону давайте проверим. Еще можно? Вот так вот сделать. Все. Вот наши 175 градусов. И 105 градусов я уже вам показал. Это хорошее такое большое спальное место. В общем, проблем нет. Также в комплекте у нас идет вот такая вот накидочка на ножки. Она очень-очень будет полезна. Москва, Питер, все вот это вот наша часть. Конечно, на югах это все необязательно, но накидка на ножки это прям вот спасает. На самом деле зимой, когда ветрище дует, у нас в Питере это просто какая-то беда. Вообще вещь незаменимая. На югах, естественно, необязательно, но почему бы и нет, если она идет в комплекте. Она полностью закрывает ребенка. Там у него только нос торчит. В общем, вот такая приятная опция у вас будет в комплекте. Так, давайте посмотрим, что у нас за рама такая. Амортизация, багажник, колеса. В общем, что касается амортизации. Спереди у нас, ну, мне кажется, она есть, но слабенькая. Но сзади она очень приличная. На самом деле, посмотрите внимательно. Вот такой вот огромный, мягкий. Причем я практически даже не пытаюсь сильно давить. Она очень идет. Плавность хода у коляски очень-очень хорошая. Так, что касается колес. Они здесь просто резиновые. Они не надувные. И спереди, и сзади одинаково. Но на самом деле это неплохо. Колеса зато никогда не проколите. Никаких проблем у вас с ними не будет. Передние колеса, естественно, можно заблокировать, чтобы они не поворачивались. С этим все нормально. Так, естественно, они съемные с одной кнопочки. В этом плане все окей. Тормоз самый хороший. Сверху нажали, сверху нажали. В общем, все классно. И хороший, удобный, большой багажник. Потому что это очень важная опция в колясках, когда у нас особенно второй ребенок. И один уже там, другой рядом. Куда-то это все надо, игрушки все это деть. Сюда напихали. Он большой, он от земли высоко. Чиркать вы не будете об асфальт, даже с полным багажником. В общем, проблем никаких. Так, давайте сейчас посмотрим, как у нас складывается рама. Что мы получаем в сложенном виде. Убираем блочок. И складываем. Чтобы сложить раму, тут у нас есть два рычажка с кнопочкой красной. Оттягиваем на себя и опускаем вот так вниз. Вот, собственно, у нас сложена рама. По большому счету, мы можем этот блочок тоже опустить. Даже вот так его сделать. И вот так. Если отсюда снять бампер, получается, конструкция у нас достаточно компактная. Учитывая ее вообще огромные размеры, в сложном виде это вполне себе очень неплохо, на самом деле. Собственно, по материалам я вам еще не сказал. Материалы очень приятные, тактильные. Если, например, не знать ее стоимость и щупать ее, смотреть как что, она ощущается дороже. Материал действительно очень классный и достаточно дорогой используется. Поэтому все здорово. Ручка, кстати, тоже у нас регулируемая. регулируемая в очень широком диапазоне от очень невысоких родителей до очень высоких вы найдете для себя удобное положение. Она тоже здесь в эко-коже. Все нормально. Так, по комплектации давайте посмотрим, что еще. у нас еще была сумочка. Я ее в сторонку убирал. Она будет у вас идти в комплекте. С ней даже можно так просто потасоваться. Симпатичная сумочка. Так, у нас здесь дождевик, подстаканник, москиточка. Ну, книжечка почитать, естественно. Что еще? Так, дождевик. Пам-пам. Все. В принципе, все, что я показал, это у нас идет в комплекте. и достаточно богатая комплектация получается. Естественно, у вас здесь никаких накидок. Я имею ввиду этих конвертов нет. Move для рук. Это уже не к этому бренду. В более дорогих колясочках это еще можно бывает найти. Ну, а здесь идеальное соотношение цена, качество, материалы, надежность. И вот это соотношение дорогого стоит на самом деле. Поэтому я хочу ее смело вам порекомендовать эту колясочку. Если ищете для ребеночка большую коляску, вседорожную, теплую, непродуваемую и относительно недорогую, ссылочка на первую коляску будет внизу в описании. Пройдите, посмотрите. Если вам в обзоре она понравилась, можете смело заказывать. А если обзор вам понравился, ставьте свой царский лайк, подписывайтесь на канал и увидимся с вами в следующих обзорах. До свидания.